Доброго времени суток уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Тикмил, представляя вашему вниманию свой обзор по техническому анализу отдельных инструментов. За окном понедельник, 16 марта, начинается новая торговая неделя и сегодня традиционно под нашим прицелом находятся пары евро-доллар, которая вероятно закончила коррекцию и готовится к росту в рамках нового восходящего импульса. Рассмотрим также пару доллар-иена, которая после довольно сильного снижения начала корректироваться вверх и сейчас, судя по всему, тоже готовится к новой волне снижения. А также пара доллар-канадец, которая по предварительным предположениям также достигла своей вершины и тоже готовится к развороту вниз. В общем, по всем трем парам ловим развороты, ждем подтверждения наших сценариев и вперед. Итак, поехали. Евро с прошлого обзора продолжил снижение, достигнув уровня 1.1053, где нашел свою поддержку со стороны покупателей. После повторного теста этого уровня пара, судя по всему, намеревается начать рост, что означает окончание текущей коррекции и вероятное начало новой волны восходящего тренда. Окончательным подтверждением данного сценария может стать продолжение преодоления барьера в виде уровня на 1.1230, который выступает промежуточным сопротивлением, способным краткосрочно сдержать рост цены. Если цена окажется выше этого уровня, то ближайшей целевой зоной выступает диапазон 1.1368-1.1412. Поддержкой при этом выступает уровень 1.1053, который будет сдерживать попытку снижения пары. В случае же ее преодоления, сигнал на возврат к нисходящей тенденции будет получен при закреплении цены ниже разворотного уровня 1.0989. Но канадский доллар продолжил рост с момента последнего обзора, поэтому ожидаемого разворота не случилось. Однако рост все же был ограничен и пара достигнув отметки 1.3993 почти сразу же начала снижаться. На данный момент мы наблюдаем небольшую локальную коррекцию и попытку роста к недавней вершине. Однако можно предполагать, что рост скорее всего подошел к концу и мы можем увидеть начало снижения пары доллар-канадец. Для реализации этого прогноза важным элементом выступает закрепление цены ниже текущего уровня сопротивления на 1.3870, что позволит цене направиться к ближайшей целевой отметке на 1.3563. Отмена прогноза в свою очередь состоится при росте выше разворотной точки на 1.3961. Ну и наконец японская иена после довольно существенного снижения начала корректироваться вверх и достигла отметки 1.0845, где встретилось сопротивление и начала снижаться. В целом такая динамика дает намек на то, что коррекция может быть закончена и вскоре может начаться новая волна снижения по тренду. При этом краткосрочная поддержка расположена на уровне 1.0573, который будет сдерживать снижение, что вероятно приведет к попытке восстановления цены в диапазоне 1.0696, но не выше 1.0845. Подтверждением окончания этой локальной коррекции станет обратное снижение ниже уровня 1.0696, что позволит паре направиться к ближайшему уровню поддержки на 1.0321. В свою очередь отмена сценария состоится при росте и закреплении выше разворотного уровня на 1.0845. На сегодня у меня все, с вами был Арман Бесибаев и обзор по техническому анализу валютных пар от компании Текмил. Помните о том, что данные рекомендации не являются руководством действия и не гарантируют результата, поэтому соблюдайте риски, всем удачной и профитной недели, всем пока!